Ульяновская область Великий Болгар проводится с 2013 года И сразу же набрал популярность среди любителей истории Во-первых, фестиваль бесплатный Во-вторых, здесь масса достопримечательностей Это и древние руины, и несколько музеев, и современная архитектура Да и вообще, историческая память в этом месте дает о себе знать Когда сражаешься на такой земле При поддержке такого количества зрителей Которые искренне заинтересованы в том, что здесь сражаться Соответственные результаты происходят лучше И память остается гораздо нам больше За полтора часа до официального открытия На фестивале уже развернулась бойкая торговля на ярмарке Кто-то зазывал гостей позавтракать вкусными явствами А кто-то предлагал обзавестись памятной вещицей Вроде резной шкатулки, традиционной обуви А то и приобрести настоящую саблю Но все-таки Великий Болгар недаром носит статус фестиваля средневекового боя Главные бои на ресталище Они здесь начинаются до открытия фестиваля И продолжаются все два дня Десятки, пятерки, тройки И, конечно же, массовые бугурты В которых сходятся десятки бойцов Убитым здесь считается тот, кто упал на землю И, честно говоря, эти бои развивают мифы о рыцарстве Лупить топорами двоим одного в бугурте в порядке вещей И неповоротливыми этих рыцарей точно не назовешь Ударить противника щитом с разбега Это привычное дело Где еще я могу взять топор, ударить человека по башке И мне за это похлопает Ради того, чтобы победить людей мечами и топорами На Великий Болгар съехались сотни участников Не только со всех концов России От Сибири до Калининграда Но и из Казахстана, Беларуси, Украины, Молдавии, Чехии И даже из Израиля Вообще, исторический средневековый бой Так правильно называются эти схватки Довольно динамично развивающийся в мире спорт В котором Россия занимает лидирующие позиции Да, именно спорт Потому что, чтобы стать победителем в таком бою Нужно быть в очень хорошей физической форме Поэтому большая часть бойцов Это люди под 30 лет И весом зачастую более 100 килограмм Есть в этом спорте место и девушкам А следователей Жанны Д'Арк, взявших в 15 веке в руки меч В современном историческом фехтовании немало Они с не меньшим ожесточением, чем мужчины Бьют друг друга топорами и мечами Хотя стоит этим воительницам снять шлемы Как выясняется, что под забралом скрываются милые, добрые лица Это точно такой же вид спорта Только более интересный, как мне кажется То, что любят девушки, сверкающие доспехи, блестящие Много мужчин вокруг Ну и вообще, девчонки, они такие агрессивные же по своей натуре В середине дня на ярмарке уже не протолкнуться Прямо как в лучшие времена Волжской Булгарии Тысячи лет назад А по соседству любой желающий может научиться Самому разному средневековому мастерству Гостей учили дело средневековой косы Набойки на ткань, роспись по глине А клубы, занимающиеся исторической кухней Могли поделиться рецептами с тысячелетней историей Например, как готовить средневековые лепешки Здесь вода, мука, может быть яичко Если очень хотите, можете добавить растительное молоко Естественно, исторический фестиваль Не может обойтись без музыкальной составляющей Некоторые из постоянных гостей едут на него Не столько ради боев, сколько ради мастер-классов По средневековым танцам Без них этот фестиваль уже не представить Так же, как и без музыкантов, которые перемещаются с ярмарки на сцену и обратно Например, под москвичей Тофель Станц Люди устроили хороводы прямо посреди ярмарочной площади Отдельной звездой фестиваля Стало осадное орудие требушет Которое с периодичностью в 15 минут Делало выстрел в сторону окрестных кустов За Родину! За Сталина! Огонь! Дети, кто первой принесет ведро? Но пора спешить на Ресталище Там происходит зрелище, которое в России увидишь не так уж и часто Конный турнир Здесь все по-настоящему Стальные доспехи, копья с металлическими наконечниками И столкновения на полном скаку Удары были настолько сильными, что дважды оба конника вылетали из седла Самой закрытой частью фестиваля был лагерь конструкторов Обычных людей туда не пускали Оно и понятно В основном там участники фестиваля или собирались на бой Или отдыхали после боя Им явно было не до расспросов К тому же поединки продолжались до позднего вечера Например, уже при свете фонарей на Ресталище Шли профессиональные бои один на один Почти как ММА, только в доспехах и с оружием А когда бои первого дня все-таки закончились То окончательными хозяемы фестиваля стали музыканты Яркой финальной точкой первого дня великого Болгара Стало грандиозное фаер-шоу В отблесках его огней мы отправились домой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok